Здравствуйте! Существует распространенное мнение о том, что конденсационный котел экономит энергию только тогда, когда работает в низкотемпературном режиме, скажем таки только с теплыми полами. Если в системе есть радиаторы, то его экономия сводится к минимуму, ну а если он работает на нагрев горячей воды, то он вовсе ничего не экономит и ничем не отличается от обычного конвекционного котла. Сегодня мы это с вами проверим. Сперва давайте разберемся, чем отличается экономичный котел, скажем таки, от расточительного. В любом котле для получения тепловой энергии мы сжигаем топливо, в нашем случае это газ. В идеальном варианте все тепло от сгорания мы должны потратить на свои нужды, на отопление, на воду, ну или на что-либо еще. Идеальных вариантов не бывает, неизбежны потери в виде дымовых газов. Так вот как раз таки за температуру дымовых газов идет основная борьба у производителей котловой техники. Чем она ниже, тем соответственно меньше тепла мы выбрасываем на улицу и больше оставляем его себе. Тем соответственно выше КПД нашего котла. Ну это думаю понятно и логично. Так вот как раз таки температуру дымовых газов мы сегодня и будем замерять у двух разных котлов одного производителя. Кондиционный котел у нас будет Дидидриш ПМЦ, а конвекционный котел у нас будет Дидидриш МС. Оба котла одинаковой мощности, оба подключены к водонагревателям косвенного нагрева одинакового объема с одинаковыми теплообменниками. Оба котла нагревают эти водонагреватели приблизительно за одинаковое время. И это достаточно идеальное условие для того, чтобы можно было их сравнить. Для достоверности нашего эксперимента мы будем еще записывать такую характеристику, как температура теплообменника. Чтобы видеть, что оба котла у нас разогрелись на одинаковую температуру. То есть при запросе на горячую воду любой котел разогревается на максимум для того, чтобы как можно быстрее нам эту воду нагреть. Вот этот параметр мы тоже должны контролировать, чтобы у нас не было никакой ошибки. Для снятия данных мы будем использовать вот такие цифровые датчики. Они очень точные. Собирать датчики будут информацию через вот этот контроллер. Раз в секунду он опрашивает наши датчики и записывает данные в наш компьютер. А в компьютере позже мы выстроим графики и увидим, каким образом у нас менялась температура дымовых газов и менялась температура котла. А также их сравним. Поедемте замерять котел номер один. Вот такой у нас котел. Неконденционный, обычный. Закрытая камера сгорания. Дымоход выходит через стену на улицу. И подключать датчики мы будем код к этой трубе. Это загрузка бойлера, то есть температура теплообменника. И дымовые газы. Датчик мы засунем прямо в дымоход. Так, данные с датчика у нас поступают. Вот они приходят в контроллер. Контроллер их оцифровывает и записывает их в компорта. То есть вот данные с каждого температурного датчика. Мы их уже получаем для того, чтобы позже выстроить графики. Сейчас запускаем котел. И запускаем его в режим нагрева ГВС. Теперь давайте проанализируем наши данные. Что у нас получилось? Внимание на экран. Вот эта кривая, это температура теплообменника котла. Развитие событий началось вот в этой точке. Пришел запрос на включение ГВС. Котел переключил трехходовой клапан. И в теплообменник попала более прохладная вода с водонагревателя. Вот она, видно, температура немножко опустилась. Произошел розжиг котла и теплообменник начал нагреваться. Вот у него, видно, стремительный нагрев идет до 80 градусов. Дальше температура стабилизируется. И все время нагрева он держит ее на температуре 80 градусов. То есть нагрев происходил до вот этой точки. Вот здесь бак нагрелся до необходимой температуры. И котел выключился. Температура постепенно пошла падать. Далее этот же график, но только уже с температурой дымовых газов. Вот видим начало развития событий. Котел производит розжиг. Стремительный рост температуры дымовых газов до уровня 127 градусов. Здесь вот точно. И, соответственно, вот эта температура, она также удерживается на этом уровне до конца работы, до окончания работы котла. То есть вот они, обе кривые падают после того, когда котел выключился. То есть у нас теплообменник постоянно держал температуру 80 градусов, температура дымовых газов у нас всегда составляла 127 градусов. Далее едем снимать характеристики второго котла. Следующий на очереди у нас конденсационный котел. Вот здесь с помощью этого сифона он подключен к канализации. И когда работает, видно, как там капает конденсат. Буллер косвенного нагрева. И мы датчики разместим также на подключении к бойлеру, чтобы увидеть температуру теплообменника и в дымоход котла. Обратите внимание, что дымоход конденсационного котла всегда направлен в сторону дома, не наружу, а именно вовнутрь. Это нужно для того, чтобы тот конденсат, который может образовываться в трубе, всегда встекал обратно в котел и сливался в канализацию. Вот здесь вот даже видно, насколько оно мокрое. Это все конденсат. Запускаем наш котел на нагрев горячей воды. Ставим его 55 градусов и смотрим, какие показания при этом мы получим. Ну а теперь давайте проанализируем то, как отработал наш конденсационный котел. Внимание на экран. Вот эта кривая, это температура теплообменника по аналогии с предыдущим котлом. Вот в этой точке начинается развитие событий. Котел включается на нагрев ГВС. И вот здесь видно, как он догоняет температуру до 73-75 градусов и начинает удерживать ее вот на этом уровне. Все дело в том, что конденсационные котлы более продвинутые и умные, в отличие от обычных. Они анализируют разницу в температуре в водонагревателе. Если она не велика, то они могут и не выходить на максимальный режим. То есть ограничиться вот как раз таки этой температурой в 70 или в 75 градусов. Мы для этого начали экстренно сливать горячую воду. Открыли все краны, бак начал постепенно наполняться холодной водой. Когда холодная вода дошла до температурного датчика, он это увидел и на это сразу же отреагировал. Вот в этой точке это происходит. Он сразу же выходит на максимальный режим горения. То есть вот он догоняет до 80 градусов точно так же, как предыдущий котел. И уже вот на этой температуре он продолжает греть наш водонагреватель. Вот в этой точке он нагревает нашу воду и выключается, температура начинает падать. Теперь давайте смотрим температуру дымовых газов. Смотрите, кривая температура дымовых газов, это не ошибка, она находится под температурой теплоотменника. Она намного ниже. Здесь максимальная температура дымовых газов в режиме нагрева составляла всего лишь 56 градусов. То есть это не ошибка, это так и есть. То есть вот дымовые газы и вот в этой точке видно, что котел выключился и дымовые газы так же начали остывать. Давайте наложим два графика, две кривые, одну на одну дымовые газы обычного и конденсационного котла друг на друга. И вот мы видим разницу. Смотрите, вот эта кривая дымовые газы конденсационного котла, вот эта обычного. То есть здесь практически 130 градусов, здесь 55. Представляете разницу? 130 градусов мы дымовые газы выбрасываем на улицу и 55. При этом у нас оба котла нагрели температуру теплообменник на температуру 80 градусов. То есть в конденсационном котле в этот момент не было никакой конденсации, в принципе быть не могло. То есть он разогрел теплообменник точно так же на 80 градусов, как и обычный котел. Сомневаетесь? Как так? 55 и 130 градусов. Что-то он там накрутил с этими датчиками и пытается нам лапшу на уши вешать. Проверьте все сами. Найдите любого производителя котлового оборудования. Подберите у него две одинаковые по мощности модели. Конденсационные и конвекционные. И найдите технические характеристики. Нас интересует температура дымовых газов. Смотрите, на примере наших котлов температура дымовых газов конвекционного котла минимальная 116 градусов. Вот здесь этот параметр. Минимальная температура отводящих газов 116 градусов. Максимальная температура 146. Конденсационный котел PM 24 киловатта. Температура дымовых газов, одной строкой здесь записано, минимум, максимум 32,78. Представляете, конвекционный котел меньше чем 116 градусов температуру дымовых газов иметь не может. В любом варианте он будет работать не ниже этой температуры. В то время, когда конденсационный 32. Вот разница 116 и 32, да, вполне себе ощутимая. То же самое максимальная разница. У обычного котла 146 градусов, у конденсационного 78. То есть, если кольцо конденсационное нагреется до 100 градусов, он уйдет в аварии. То есть, у него это ненормальный режим. А здесь это даже не дотягивает до минимальной температуры. Еще стоит, конечно же, отметить то, что разница дымовых газов, она непропорциональна, конечно же, КПД. То, что у нас дымовые газы в два раза ниже, не значит, что КПД следует за ним. Разница составляет 15-17%, но это достаточно существенные цифры. В следующих видео я обязательно подробнее расскажу, что такое на самом деле конденсационный котел, как он устроен, чем он отличается конструктивно от обычного котла и какие имеют преимущества, почему вокруг него крутится такое количество мифов, откуда они взялись. На этом у нас на сегодня все. Всего хорошего. До свидания.